Возвращаясь к вопросу о женщинах, Михалков Кончаловский «Андрон» написал потрясающую, на мой взгляд, книгу, опять-таки с литературной точки зрения, после которой Василий Лановой, например, сказал мне, что он для меня стал руконеподаваемым. Там затронута Купченко в этой книге, многие другие женщины. Вы могли бы вообразить себе, вот зная об этих книгах Михалкова Кончаловского, о книге Егоровой, что когда-нибудь на склоне лет, через лет 20, вы написали бы подобную книгу? Ты знаешь, вообще, так сказать, опасность такая внутренняя иногда существует, особенно, когда читаешь в район, но потом думаешь, опять же, если это выборочно, вот так зажмурится, да, и вот в отличие от этого милого интеллигентного интервью, вот ты меня спрашиваешь, да, а я отвечаю правду, и мы не играемся. Придется вспоминать, как сдергивали трусы жены Плучика, да, приблизительно. В соседнем купе, предположим. И это ужасно. Это же была огромная полемика, когда вот Вересаев или Нагибин, да, замахнулись на правду. Да, да. Каждый день Волочкова помирилась с мамой, или Волочкова сделала аборт. Или Собчак сделала. Собчак, Собчак, я помню эту Ксюшку на даче у покойного, опять, значит, Анатолия Александровича, да, что из этой милой, испуганной девчушки возникнет символ неизвестно чего. Ты думаешь, по неволе, тогда встанешь, да, и потом ущербность в этом есть. Когда начинаешь, говорит, а надо ущербность. Пусть лучше врут про меня.